приветствую вас друзья появились подробности патча 1.30 в котором нас ждет ваффентрагер режим вызов боевые задачи в режиме ваффентрагера сборочный цех изменение стоимости имущества аркада бодрая танковая рубилова разведка боем ранговые бои изменения техники которые мы уже смотрели в прошлых видео балансные и визуальные изменения на некоторых картах компании заслуженная награда изменения в балансировщики огнеметных сау ну и как обычно в конце там какие-то исправления начнем по порядку ваффентрагер снова возвращается примите участие в эпических пвп боях 1 против 6 пвп 1 против 6 честные картофельные пвп вам предстоит испытать свои силы в роли инженера или гончих также еще тут боевые задачи которые можно выполнять на тесте и получить день прямо 100 бон и 5 резервов на кредиты это для тех кто на тесте будет тестить этот режим там что-то сыграть победить урон набить задачки несложные но вы там держитесь в этом режиме нас ждет новый танк новая гончая на базе твп т-51 также нас еще ждет новый польский тт-10 с мультитраками это гусеницы которые там сбиваешь она дальше едет и пока там все не по перри сбиваешь она не остановится короче в стиле ведьмака в котором я честно говоря вообще ведьмака не признаю не вижу но она так называется тоже мы здесь видим еще портал гончих это я так понимаю бесплатненькие с маленькими наградами ключики от портала также портал инженера там где уже наградки посолиднее с прям танками что интересно что реально процент выпадения прям танка он написан 8 процентов это прям реально много если сравнивать с прошлыми шансами почему так непонятно наверное потом будет понятнее почему также портал с танком также если посмотреть на описание этого портала с танком тут можно прочитать следующее электроцепь можно настроить таким образом что портал создаст червоточину прямо к запрашиваем ему объекту полностью исключил нежелательные пункты назначения для настраивания алгоритма запуска и гарантированного получения целевого имущества танка можно использовать особое реле зажигания каждое реле увеличивает скидку на запуск портала зарабатывая реле зажигания вы уменьшаете стоимость запуска портала я так понимаю тут можно 5 этих релюшек подрубить что получить максимальную какую-то скидку запуска этого портала который нас ведет сразу к танку без всякой фигни в общем надо будет еще разбираться в этом все также есть еще цепочка наград которые можно получать выполняя задачи в этом режиме также нас ждет новый сборочный цех с пт сау 9 уровня аллигатор в этот раз в сборочном цехе помимо того что можно будет собрать поэтапно этого аллигатора появится еще магазин сборочного цеха еще один магазин в горе у нас есть магазин натиска будет обновленный магазин клановый есть магазин стального охотника есть магазин боевого пропуска не хватает магазина еще линии фронта короче магазинами обмазались везде и вот теперь еще и в сборочном цехе а ну еще не хватает магазина конструкторского бюро чтобы покупать танки которые уже у нас были раньше написано что ттх данного танка актуальны только для теста я прошлом видосе рассказывал пройти ттх в принципе перед тем как выпустить этот танк ттх могут измениться так что особо на не зацикливаться смысла нет также изменилась стоимость имущества слот в ангаре стал дешевле койки стали за серебро продавать а также различные бензинчики масло не 5000 теперь кредитов стоит от 3000 короче всю эту чепуху которую никто не покупает сделали дешевле лучше подешевела что-нибудь чем мы пользуемся возвращается режим разведка боем нас ждет три новые карты плантация снежный курорт и винкельбург написано что ваше участие в тестировании и обратная связь станут основой для принятия решений касательно этих карт мне бы хотелось бы чтобы мои обратные связи как-то повлияли не только на эти три карты которых нет в игре и если они будут то будут не скоро и не факт что все я хотел бы повлиять на те которые уже есть в игре и на те великолепные изменения которые недавно произошли с картой монастырь с картой линия маннергейма этот великолепный камень на берегу это просто нечто карта камчатка это просто шедевр настолько что он даже не достоин быть в игре или игра в карте или карта в игре потому что но это просто тихий ужас как-то хотелось бы повлиять на те 43 локации которые в игре уже присутствуют половина из которых просто рука лицо но зато мы можем повлиять на три карты которые мы увидим лет через нацать спасибо и на этом также нас ждут еще ранговые бои на пятом уровне 10 на 10 обалдеть а ведь первый уровень недалеко мы скоро к нему уже дойдем походу в общем там есть наградки и 5 уровень принципе все расчехляйте свои т67 с кайфом можете постоять в кустике пострелять также произойдет еще в патче 133 баланс танков в прошлых видео мы разобрали апнут а т15 апнут т28 прототип по нерфит m6 апнут джуну и по нерфит митсу 108 небольшой такой ребаланс танки эти нужно было потрогать но не со всеми троганиями я согласен прошлое видео можете посмотреть подробнее там все узнать также изменили освещение на карте степи добавили новое какое-то утреннее освещение и на химмельсдорфе уменьшили вытекание глаз от недавнего нового освещения также перекопали неплохо то границу империи неплохо в плане количество они качество поскольку качество еще нужно будет проверить изменили направление на центре изменили направление для тяжелых танков возможно станет удобнее я надеюсь это не самая плохая карта поскольку добавили еще кучу новых и изменили некоторые и они теперь занимают почетное дно казалось бы граница империи не самая лучшая но на их фоне она даже неплохая было а вот что теперь будет непонятно в рамках общего теста 130 тестирует награды за выслугу лет принципе можно получить будет награды я не помню когда их там выдают в ноябре или в конце или в начале в общем когда-то мы их получим изменили балансировщик теперь огнемет будет балансить против огнемета и не будет балансить огнемет против арты я думаю что возможно на огнемете поиск боев будет долгий поскольку огнеметы не так уж часто встречаются но это не точно это видимо сделано в угоду будущей новой ветки тяжелые огнеметы кстати интересно будет балансить нынешний огнемет против тяжелых огнеметов или тяжелый огнемет только против тяжелого, а вот эти вот коричневые огнеметы против коричневых или как их назвать. Ведь добавление новых затычек в балансировщик, наверное добавят больше проблем балансировщику. Если у нас будут такие вот огнеметы, потом тяжелые огнеметы и всех их надо будет балансить против таких же. А балансировщика задача собрать бой за пару секунд. Но проблема это льготные танки а не вот эти вот огнеметы. Надеюсь с балансировщиком все будет в порядке, хотя то что мертво умереть не может. В принципе вот такой вот патч 1.30. Еще нужно узнать подробности про режим с ваффентрагером, что там по ключам, по коробкам, по премтанкам. Так в принципе все понятно. Единственное что, я так понял, будет конструкторское бюро, еще в обозримом будущем, на танчик, который недавно тестили в рандоме. Некоторые из нас их встречали. Я вам скидывал скриншоты танков, которые я встречал в рандоме, которые тестят. Один из них будет в конструкторском бюро. В принципе, какой из них будет в конструкторском бюро, догадаться не сложно. Кто догадался, тот молодец. С вами был Барчик, играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok